Захватить и положить на лопатки. Все это предстояло выполнить спортсменам из Узбекистана, Молдовы, Дагестана и Нинецкого округа. В зале единоборств прошли открытые соревнования по вольной борьбе памяти Вадима Гирейханова. С подробностями Дмитрий Марков. Спортсмены 7-го традиционного турнира по вольной борьбе в очередной раз радуют жителей нашего региона своим мастерством. В этом году побороться за звание сильнейшего приехали представители Республики Молдова, Узбекистана и члены сборной команды России из Дагестана. Один из них, Абдул-Кадыр Абдул-Кадыров, неоднократно становился призером Дагестана и призером Северо-Кавказского федерального округа. Ну, я сначала так на футбол хотел пойти, мне там дядь ко мне забирал, сказал, я игрался, и вот так мне деда в борьбу привел там, и папа тоже, ну, пустил в борьбу. У вас какие спортивные достижения у тебя есть на карьере? Ну, становился вторым на чемпионате Дагестана, третьим на чемпионате СКФО становился. Ну, так сложно вообще заниматься? Ну, да, сложно, как говорят, трудно, очень легко в бою, но без сложности до сих пор не бывает. Всего в соревнованиях приняло участие 55 спортсменов, возрастом от 13 до 22 лет. По словам президента Федерации вольной борьбы в НАУ, Заурбек Абдул-Каримова, этот турнир стал практически международным. Спортсмены показали хороший уровень подготовки. После последней схватки награждение. Наибольшее число победителей у сборной Ниниско-автономного округа. Детский приз за лучшую технику получил представитель Республики Дагестан Долгат Абдул-Кадыров. Приз за волю к победе получил представитель Молдовы Василий Марку. Победители и призеры получили заслуженные именные кубки и медали. А те, кому не удалось попасть в первую тройку, грамоты.